Всем здравствуйте! Сегодня у нас очередное видео из курса психологии «Помоги себе сам». Сегодня мы поговорим о панических атаках, которые сейчас у очень многих участились. Немножко вкратце обычными бытовыми словами. Что такое паническая атака? Это резкий приступ тревожности, который сопровождается неприятными физическими ощущениями. Это страх смерти. Ощущения какие? Я, например, начинаю физически чувствовать свой страх. У меня может в висках стучать, чувствовать биение сердца. Ощущение, что мне не хватает воздуха. Или у меня блок в горле, я вообще вдохнуть не могу. У меня нет возможности дышать. Мне не хватает воздуха. Далее, это еще при этом навязчивая мысль от этих ощущений физических. О том, что я сейчас умру. Это прям убеждение такое. Я сейчас гедвину коней, я умру. Мне будет, если это сейчас не прекратить, не выйти из этого состояния. То есть это некое оцепенение, скование страхом. И страх это за свою жизнь. Вот так я могу по-простому это описать. И бывают предтревожные состояния, предпанические атаки, когда все эти симптомы сразу складываются. Опред. То есть холодеют руки, могут быть дрожь, трясучка рук. Тоже в сердце я не чувствую в висках шум сердца, как он бьется. Но я чувствую его в груди, да, то есть физически. Я, то есть моя тревога и страх в этот момент в пик такие высокие, что я моральное мое пересекается с физическим. Я начинаю физически вот это ощущать, вот эту навязчивую мысль о том, что я сейчас умру, мне конец и так далее. Я не буду огромный экскурс делать вообще всю эту историю про панические атаки. Этому могут быть подвергнуты любые люди, это может быть у всех. Что такое паническая вот эта атака? Но не все до этого доходят. С устойчивой психикой спокойный человек это не испытывает. У него, скорее всего, может происходить какой-то страх, либо это может быть испуг ситуационный. Это много разных моментов, просто кризис, стресс и так далее. В общем, некая резкая перемена стрессовая в жизни человека, которую его психика, скажем так, не смогла до конца переработать, пережить. И некая тревожность застревает, да. И когда накладывается, накладывается, уровень тревожности растет, либо происходит некий такой щелчок в плане наложения эмоционального, ты опять испытываешь этот страх или испытываешь те же эмоции, когда этот страх к тебе застрял, и происходит вот эта паническая атака. Там вариантов может быть очень-очень много. Но суть такая, что бывают панические атаки регулярные у человека. Это, конечно же, к психотерапевту или к психиатру есть раквилизаторы, успокаивающие антитревожные препараты различные, которые выписывают, когда человек сам с этим справляться не может. Но если это психологическая основа этому, то есть некий страх из детства, издалека, давно, постоянно накатывающий, то есть человек такой тревожный сам по себе, в этом страхе живет, то с терапией хорошей, с психотерапевтом именно, не с психологом, можно вообще докопаться. Это глубокая работа, но можно устранить, скажем так, этот страх, его проработать, и панические атаки отпустят. Панические атаки бывают периодическими, бывают регулярными. Если это сильные приступы панических атак, которые влияют на жизнедеятельность человека, на его способности, то есть он не может работать, выпивает из коллеги, он не может из дома выходить, то есть это какие-то аспекты, влияющие на его нормальное существование, обычное в социуме, это к психиатру, и это обязательно, либо антидепрессанты, там от ситуации смотрят, какие еще идут симптомы, при этом это всегда скоб каких-то симптомов, это не что-то одно. Исходя из ситуации, даже так действий, ваших психических реакций и так далее, смотрят и назначают комплекс препаратов, это не только антитревожное, может быть и антитревожное, антидепрессанты, зависит, короче, от ситуации. Нет одного общего рецепта, когда у человека сильные панические атаки, и нужно медицинское купирование, вмешательство в эту ситуацию, контроль медицинский, фармакологический. Нет рецепта, как можно вам помочь или какое-то лекарство выпить. Это все, как правило, подрецептурная история, это вообще к психиатрии относится. Но психом, простите, вас это не делает, если у кого такие вопросы. Это определенные сбои в защитной, скажем так, системе вашей психики, вот так назовем. Это моя интерпретация личная. Итак, сегодня я хочу рассказать о том, что делать, когда у меня или у кого-то рядом моих близких, у меня был такой вот запрос, происходит паническая атака, как можно самому себе помочь или помочь тому, кто рядом. И вот пример, который был в комментарии у девушки, которая сейчас находится в тяжелой ситуации в Украине, и у ее свекрови происходят панические атаки, бесконтрольные, и она свекровь пугает тем самым детей, и у девушки, как ей помочь, как ее успокоить, чтобы дети еще и не пугались, там у нее паника, истерика начнется и так далее. Смотрите, то, что вы описывали в комментариях, персонально отвечаю, там скорее уже там точно транквилизаторы нужны, потому что это уже неподконтрольные, скажем так, некупируемые приступы происходят, она сама это не контролирует. То есть сама, в принципе, обстановка тревожная вокруг, это будет происходить столько, сколько у нее будет вокруг тревожная остановка. Вот в данный момент, чтобы вот сейчас не пугать детей, ей нужны лекарства. Она сама не может взять себя под контроль, у нее повышенная тревожность. Только лекарства или антидепрессанты, или, ну, точно уже у нее там, скорее всего, транквилизаторы затормаживающие, понижающие тревожность, что-то такое нужно. В общем, это, скажем так, то, что я сейчас буду рассказывать, ваше свекровье прям 100% не поможет, это слабенько для нее. Но кто вот не в таких состояниях, я вам рассказываю. Когда вы чувствуете, что оно подкатывает, это состояние, да, внезапно, но в принципе, если вы с собой в ладах из себя слышите, то вы можете предчувствие вот этой тревожности, некая дрожь внутри, не могу перебирая ручками, не могу сконцентрироваться, глазки мои бегают, не могу найти себе места. Вот это тревожность, мне какой-то страх появляется, тревожность, неуверенность, вот это вот все вскупе. Это, если у вас уже были, да, панические атаки, можете понять, что она может сейчас произойти. Вот это то ощущение, когда это можно остановить и не довести до большой панической атаки. Но это такое не всегда бывает, да, то есть уровень определенной знания себя, анализа и так далее. В общем, если вы чувствуете, что вы вот на пороге панической атаки, или она такая сладенькая, у вас уже начинается, что нужно делать? Во-первых, обязательно, единственная вам сейчас помощь, это переключать внимание. То есть я нахожусь в помещении, допустим, даже в подвале, да, я начинаю, заставляю себя, так, включаем мозг, сколько здесь стен? Четыре, окей. А потолок? А пол? То есть я начинаю в голове, ваша задача дать себе какую-то математическую задачу, посчитать, сколько дырок в стене, посчитать, сколько здесь стен. Именно пересчет математический мы оттягиваем, переключаем внимание. Математика самая простая, да. Условно считать свои пальцы на руках, на ногах, или еще как-то у людей, там, пять людей в помещении. А сколько всего будет пальцев, так, давайте посчитаем. Ну, что-то такое примитивное, да, я вам рассказываю. Если вы в комнате, в помещении, в телаж с книгами, пожалуйста, а сколько книг с красной обложкой? Сколько предметов в помещении красного, зеленого? Подавайте себе вот такие простые, очень логичные задания на их выполнение. Это вообще в любом пространстве можно сделать. То есть переключение идет через работу мозга на цвета, на нахождение, на маленькие вот эти задачки, на математику. Очень хорошо, просто математика здесь подходит. Выискивание. То есть мы перекидываем свое внимание. Если вы чувствуете тревожное состояние, вы одна или один дома, или в помещении каком-то, и вы чувствуете, что сейчас накроет, и мне будет очень страшно, то позвоните. Обычно доверенный человек должен быть, то есть подруга, друг, родственник, который знает, что у вас может быть паническая атака, и вы знаете, например, у вас будет кодовое слово, типа «Сос, помоги», да, я звоню и говорю, «Сос, помоги» — это значит, у меня паническая атака. И этот человек вас переключает на отдаленные темы, задает отдаленные вопросы, включает вас в разговор. Главное — не рассказывать только ему про себя, а спрашивать у вас что-то отдаленно, не про паническую атаку, да. Такая вот, то есть позвоните человеку или просто другу, можете выпалить, если такого доверенного человека нет. «У меня сейчас будет паническая атака, мне плохо, начни говорить со мной о чем-то, чего я не боюсь, вообще о чем-то другом. Давай». Вот так это примерно должно происходить. Вообще, на самом деле, паническая атака очень часто происходит от обилия кислорода. Есть два типа, да. Когда вы чувствуете, что он перекрывает воздух, вы задыхаетесь, в этот момент вам надо желательно уйти из закрытого пространства и помещения, которое еще ощущение сдавленности есть, и выбежать на пространство и подышать воздухом, открыть окно, покинуть просто помещение, маленькое, в большее пространство выйти. Но есть еще другой тип, когда наоборот, от избытка кислорода происходит вот эта реакция в организме, и вы как бы в панике, в шоке, вот тогда вам надо подышать в пакетик, в мешочек, в пакетик бумажный, да, например, в мешочек. Если этого нет, вот так ладошки скрываем, дышим. Вам надо создать вакуум в плане недостаток кислорода, дышать своим углекислым газом, который вы выделяете, и тогда эта реакция закончится, чисто физическая, и вам будет не хватать кислорода, и мозг начинает уже переключаться физически, да, на то, где искать не кислород. Вот уже вы выбиваете, короче, ваша задача в панической атаке, чтобы вас не оковало, и вы там вообще не лежали неподвижно, есть даже такое, да, парализация некая, то вам надо себя к всевозможными физическими и психологическими моментами выбить из калии, переключить, ваша задача переключить себя. Если вы на физическом уровне, либо мы идем на пространство, ощущение это зависит, либо мы дышим в руке, прикрываем себе кислород, чтобы мозг начал думать, блин, ну так пойдет, да, на самом деле реакция, где мне сейчас искать кислород. Короче, вы поняли, да, к чему я говорю. Итак, если в вашем окружении у кого-то начинается паническая атака, или сейчас происходит паника, стресс, у человека обычно глаза на выгод, и он вот так вот как-то не может сказать, у него часто парализация речи бывает, если это со страхом смерти связано, очень часто люди замирают, либо ложатся, умирать, собственно, либо вообще замирают, замерзая реакция, говорить не шевелиться, так у человека не может. Мы просто начинаем говорить с этим человеком. Не успокаивай, все в порядке, у тебя все, это не работает. Так, смотри, что у нас дела какие-то, что ты сейчас хотела делать? Мы включаем человека в диалог с собой, даем сами вот эти ему задания. Так, посмотри на меня, смотри на меня внимательно, сколько стен в квартире, ну-ка смотри, так, одна, две, три, четыре, то есть чтобы человек сам начинал. Так, как тебя зовут? Твоя фамилия? Ну, условно мы его приводим в чувство. Мы включаем сознание человека, даем ему такие задания, задачки, чтобы он, если сам не может сейчас начать, он его уже страх оковал, мы ему показываем, смотри, вот так надо делать. Ну, я думаю, смысл понят. У кого есть вопросы по психологии, по-быстрому, как сам себе можешь помочь, пожалуйста, пишите под этим видео, я еще сниму видео-ответы для вас. Вот, пожалуйста, был вопрос, я конкретно на него по паническим атакам отвечаю. Как бороться с паническими атаками? Будут вопросы еще подобные, пишите в комментариях под видео, еще сниму. Мне так проще, чтобы не самой придумать, а конкретные ваши запросы обрабатывать, что значит, что вам точно нужно. Всем мир, любви, все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok